Если представить фестиваль Organic Nation в цифрах, получится два дня насыщенных лекциями, практиками и мастер-классами, 23 эксперта и 500 участников. В гармонии с природой и самим собой пребывали те, кто всю жизнь посвятил йоге, и те, кто только начинает открывать для себя практики. Я познакомилась с духовными практиками вообще в 14 лет. Мимо нашего маленького городка проезжали йоги, и как-то я туда к ним попала на медитацию, и все в моей жизни свершилось. Произошло такое максимальное расширение сознания на тот период жизни, и я много чего осознала, увидела, и поняла, что жить так больше не хочу. У меня было касание, когда мне было 21 год, и это все перевернуло. Я избавился от всех своих хронических болезней, которых было много. Очень много йогов и людей, которые пришли к йоге именно после тяжелых болезней, травм и таких случаев очень много. Я в жизни пришел к этому очень просто. Я занимался 15 лет, и у меня было своих два бизнеса, ну вот, я вел. Потом в один момент все закрылось, и, ну, условно, душа меня повела дальше. И вроде как развернула меня к людям. Я тогда начал заниматься с людьми и стал пробовать себя в разных направлениях. Я из Индии, и, как всем известно, там много йогов. Но мы не учимся йоге и медитации. Это часть нашей природы и часть нашей жизни. Раньше, вот, 28 лет назад, я скрывался, честно признаюсь, потому что крутили виска, что это ненормально, что ты за ерундой занимаешься, мясо не ешь, ты вообще через 5 лет умрешь. И знаете, мне очень приятно, что сейчас йога вошла в моду. Если раньше это было не мое время, то сейчас время пришло похоже наше. Здоровый образ жизни, йога, счастье. Йога для меня – это балансировка и гармония. Ты понимаешь, что силы находятся внутри тебя, и мы постоянно думаем, очень много торопимся, и потом попадаем в момент. Это и есть йога. Мы уходим внутрь себя и находим источник жизненных сил. Для многих фестиваль оказался отличным шансом познакомиться со всеми возможными направлениями йоги. У меня йога-танкс. Йога-танкс. Я чувствую себя, что я люблю и танк, и йога. И я так думала, что между глазами надо делать связки. И вот эти связки – хорошее движение внутри, от души. Потом исполняем позу. Ждем чуть-чуть, дышим еще раз. Сап-йога проходит на досках. Доски серф специально оборудованы для того, чтобы на них, помимо хождения по воде, еще и заниматься разными направлениями. Направление мне очень нравится тем, что оно очень хорошо развивает наши мышцы, стабилизаторы, укрепляет наши чувства устойчивости, убирает страх, боязнь и воды, благотворно влияет на наше здоровье, что вы заметите уже в более взрослом возрасте. Правило, я увидел, как оно работает на грани психосоматики и физики. То есть когда человек может через физику раскрывать свою внутреннюю суть и свою внутреннюю боль. То есть от нее избавляться. А если говорить о соединении с йогой, то можно это назвать правило, это наша древнеславянская йога. Тот сокровный танец, который я создала, он дает раскрытие своего женского предназначения, осознать, что вообще кто-то есть, для чего мы здесь, и как жить, и быть женщиной. Представляю три практики. Одна из практик была универсальная йога. Мы прорабатывали гибкость по всем направлениям подвижности. Вторая практика была у нас балансы на ногах, на одной ноге, на руках, на локтях, на коленях, на голове. В общем, всевозможные. И йога с партнером, вариант, когда оба активных, оба выполняют массу. Органичным и органическим здесь было буквально все, начиная от еды, заканчивая одеждой и бытовыми предметами. Так, смотрите, у нас, значит, они все делаются полностью из пчелиного воска. Мы закупаем ващину, непосредственно у нас идет, мы выбираем. То есть у нас бывает и челябинская, и белгородская ващина, и белгородская ващина, она более желтый цвет имеет и аромат. Она очень хорошо пахнет, просто вы можете сами понюхать, как она пахнет замечательно. Это очень интересная одежда из Юго-Восточной Азии. Здесь представлены товары из Индии, Таиланда и Непала. Эти все изделия сделаны из натуральных материалов с использованием техник ручной работы, вышивки, ткачества, аппликации. Для организаторов Organic Nation первое событие такого масштаба оказалось успешным. А значит есть вероятность того, что летний йога фестиваль на Урале станет традиционным.